Всем привет! Урок 21. В этом уроке мы создадим и вызовем второе Activity в приложении. Мы подобрались к очень интересной теме. На всех предыдущих уроках мы создавали приложения, которые содержали только один экран Activity. Но если вы пользуетесь смартфоном с Android, то вы замечали, что экранов в приложении обычно больше. Если рассмотреть, например, почтовое приложение, то в нем есть следующие экраны, список аккаунтов, список писем, просмотр письма, создание письма, настройки и т.д. Пришла и нам пора научиться создавать многоэкранные приложения. Создадим проект p021.1.2Activity. Откроем Main.xml и создадим такой экран. На экране одна кнопка, по нажатию которой будем вызывать второй экран. Открываем MainActivity Java и пишем код. Мы определили кнопку и присвоили ей Activity в качестве обработчика. Реализация метода onClick для кнопки пока заполнена частично. Определяем, какая кнопка была нажата. Чуть позже здесь мы будем вызывать второй экран. Но сначала этот второй экран надо создать. Если помните, при создании проекта у нас по умолчанию создается Activity. От нас требуется только указать имя этого Activity. Обычно мы пишем здесь MainActivity. Давайте разбираться, что при этом происходит. Мы уже знаем, что создается одноименный класс MainActivity.java, который отвечает за поведение Activity. Но кроме того, Activity регистрируется в системе с помощью манифест-файла AndroidManifest.xml. Итак, если мы хотим создать еще одну Activity, надо создать класс и прописать Activity в AndroidManifest.xml. Чтобы создать класс, жмем правой кнопкой на Package в папке проекта и выбираем New Class. В появившемся окне вводим имя класса ActivityTool и супер класс AndroidAppActivity. Класс ActivityTool создан. Он абсолютно пустой. Нам надо реализовать метод OnCreate, который вызывается при создании Activity. Не хватает вызова метода SetContentView, который указал бы классу, чем заполнять экран. Этому методу на вход требуется LayoutFile. Давайте создадим его в папке Layout. Там же, где и Main.xml. Назовем файл To.xml. Заполним файл следующим кодом. Экран будет отображать текст View с текстом ThisIsActivityTo. Используем файл To.xml в методе SetContentView в ActivityTo.java. Сохраните все. Класс ActivityTo готов. При создании он выведет на экран то, что мы настроили в layout файле To.xml. Теперь надо прописать Activity в манифесте. Открываем AndroidManifest.xml. Вкладка Application. Жмем кнопку Add. Далее в появившемся окне сверху выберите пункт Create a new element at the top level. Если есть выбор. А из списка выбираем Activity. Жмем ОК. Activity создалось и появилось в списке. Осталось указать ему класс, который будет отвечать за его работу. Справа в поле Name можем написать вручную имя класса, который создавали ActivityTo. А можем нажать Browse и выбрать его же из списка. Надо будет немного подождать, пока список сформируется. Кроме этого, больше ничего указывать и заполнять пока не надо. Сохраним все. Теперь в манифесте прописаны два Activity и каждая ссылается на свой класс. Нам осталось вернуться в MainActivity Java и довершить реализацию метода OnClick . А именно, прописать вызов ActivityTo. Открываем MainActivity Java и добавляем строки. Обновляем импорт. Сохраняем все и можем всю эту конструкцию запускать. При запуске появляется MainActivity. Нажимаем на кнопку и переходим на ActivityTo. Код вызова Activity пока не объясняю и теории не гружу. Пока попробуйте несколько раз пройти мысленно эту цепочку действий и усвоить, что для создания Activity необходимо создать класс, который наследует Android App Activity и создать соответствующую запись в манифест-файле. На сегодня все. А на следующем уроке мы разберемся в коде урока 21, рассмотрим теорию по Intent и IntentFilter. Не пропустите, тема очень важная. А также немного поговорим о контекст. Всем пока!